Константин Криволап, авиационный эксперт с нами на связи. Константин, приветствуем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Согласно сообщению, наблюдатели ООН не нашли доказательств того, что ракету произвели в России. В то же время они смогли самостоятельно определить, откуда была запущена ракета и кем. Ну вот я процитирую, я из отчета смотрю. Информация о траектории, предоставленной украинскими властями, указывает на то, что запуск был в пределах территории Российской Федерации. Такое расположение, если бы ракета была под контролем российских сил, вероятно, означало бы закупку гражданам Российской Федерации. Об этом идется в отчете. Ну, напомню, введенные санкции запрещают импорт и экспорт военных технологий как раз из Кандер. Поэтому Россия все-таки нарушила введенное ООН эмбарго. Поэтому хочется у вас, во-первых, с точки зрения технической, достаточно ли вы этого, вот то, что я зацитировала из отчета, для того, чтобы понимать, что произошло. Ну и все же, использование этой ракеты Хвасона-18. По вашему мнению, о чем это может свидетельствовать, исходя из той информации, которую сегодня мы можем озвучить, исходя из этого отчета ООН? Ну, эксперты ООН появились в Харькове только в середине где-то апреля месяца, а удар был нанесен, о той ракете, о которой говорится, удар был нанесен, по-моему, 2 января этого года. Хотя там была целая серия ударов, исследовали только этот, один эпизод, а там были удары ракетами КН-23, КН-24, били там по Запорожью 29 еще декабря, били потом в феврале, 10 января, там тоже были какие-то атаки Селидова, в феврале тоже били по Селидова. Ну, то есть, была информация, что там передали около 20 ракет, и, ну, судя по всему, даже мы не смогли идентифицировать все ракеты. Что это за ракета вообще принципиально? Ракета КН-23, ее масса там около 6 или там чуть больше тонн, это ракета, которая создана по концепции, и говорится вообще, что это фактически с помощью русских инженеров была создана эта ракета, и она очень по всем характеристикам, по всему внешнему виду напоминает ракету Искандер-М, баллистическую версию, и она даже большей дальности, чем ракета Искандер-М. А ракета КН-24, это из того же семейства Хвасонгов, она немножко поменьше, и она очень похожа по своим контурам, по геометрии, по всему, она очень похожа на ракету Атакамс, которую как раз вот сейчас мы получили на 300 километров. Большая боевая часть, от полутонны до тонны, достаточно большая дальность, и единственное, что она изготовлена не очень аккуратно технически, ну это если судить по тем обломкам, которые были, и которые исследовал наш институт экспертиз, и ракеты не обладают, однозначно не обладают какой-то более-менее приемлемой точностью, поэтому ее можно идентифицировать, в первую очередь, как ракеты, которая просто усиливает террористические возможности и намерения россиян. Константин, насколько большим может быть то ракетное подспорье, которое может предоставить КНДР российскому путинскому режиму? Информация по КНДР закрыта, есть какие-то общие оценки, есть какие-то общие цифры. Но если посмотреть вообще ракетные потенциалы стран, я как раз в тот период, когда была атака этими севернокорейскими ракетами, я как раз посмотрел, что же там у кого, чего, сколько находится. И, честно говоря, был несколько ошарашен, в чем заключалась причина такого. То, что страны, самый большой ракетный потенциал, это страны, которые размахивают этим оружием, которые угрожают всем соседям, которые управляются диктаторскими режимами. То есть это Россия, Иран и Северная Корея. Есть еще большое количество ракет у Китая, но, как мы знаем, Китай особенно там не размахивает этими ядерными или просто баллистическими болванками для того, чтобы угрожать соседям. Китай ведет несколько более сдержанную, более закрытую политику. Знаете, мы сегодня говорили о партнерских, да, фактически отношениях, о этом союзе КНДР и Российская Федерация. Говорили более-то в политическом аспекте, говорили о том, как Соединенные Штаты Америки будут реагировать на происходящее и на то, что ныне действительно реализуется между двумя государствами. Но все-таки вспомнили, да, и об этой ракете Хвасон-18. Гость нашей студии тоже прокомментировал эту тему. В частности, мы говорили даже о санкциях где-то больше, поэтому сейчас мы услышим, что он сказал относительно Северной Кореи, которая поставляет России оружие для войны в Украине, уже нет смысла вводить санкции. Говорить нужно с Китаем, который во многом замещает подсанкционные товары на рынках как в России, так и в КНДР. Как раз в нашем эфире сегодня это сказал Ярослав Башко, глава Центра политических исследований «Доктрина». Услышим детальнее и продолжим с вами. Создать, скажем так, более глубокий контролирующий механизм относительно Китая и его внешнеполитической активности, которая уже давно выходит за рамки просто продвижения своих прагматичных торговых интересов. Потому что сейчас действительно идет речь о том, что Китай начинает помогать им, вот этим государствам типа Ирана, КНДР и России создавать некую альтернативную систему, в которой можно пользоваться не западными продуктами подсанкционными, не западными технологическими решениями, а китайскими. Пусть даже они будут ниже качеством или не такие эффективные, но в конечном итоге это создает возможность поставить вопрос о некой альтернативной политической незападной системе, которая в этих изолированных странах Китаем может продвигаться. Поэтому решающий для этого фактора вопрос – это то, что будут делать дальше США с Китаем, и как мы видим, ситуация там далека от того, чтобы напряжение куда-то спало. Вот в отношении санкций, да, вот Ярослав прокомментировал, что тут история все-таки общения должна в будущем развиваться с Китаем в этих вопросах. Ну все же, если мы говорим о Северной Корее, как вы считаете, на сегодняшний момент, есть ли те, кто мог бы повлиять, в частности, да, вот если мы говорим о Китае, чтобы не предоставляли, не помогали Российской Федерации пополнять запас вот ракетного арсенала? Не будем говорить там о металлах, не будем говорить там о порохах, не будем говорить там о боевой части. Все равно это, в конце концов, упирается в элементную базу, в системное ведение, противодействие РЭП и так далее и тому подобное. То есть радиотехнической части. Вся эта радиотехническая часть ни в Иране, ни в Северной Корее, ни в России не изготавливается, не производится. Она производится исключительно для этих стран, она производится исключительно в Китае. И вот сейчас конкретная ситуация, когда многие разработки наших систем, РЭБа, управление дронами, там, ФПВшками, все упирается в комплектацию Китая и мы стоим вторыми за россиянами, потому что очень большие преференции дают китайские производители и поставщики именно для россиян. Поэтому воздействие на Китай и, ну я даже не могу сказать, там договоренности с Китаем, потому что все аналитики, политологи, политические там обозреватели, они говорят, что в настоящий момент состояние отношений между Китаем и Америкой находится в самой худшей точке за всю историю, после, скажем, завершения, условного завершения холодной войны. Самые напряженные отношения, мы это как бы видим регулярно. Поэтому, ну есть, скажем там, санкции ООН, которые как-то чего-то там пытаются наложиться. Но одно дело наложить санкции, другое дело проконтролировать нарушение этих санкций. Но третий самый главный вопрос, это наказание за эти санкции. И вот тут, ну, большие проблемы, потому что у ООН нет таких инструментов и они не задуманы. И все дело ведется, по моему представлению, о серьезных проблемах вообще с ООН. И сейчас я уже там слышу голоса, я не являюсь специалистом в этом вопросе, но я слышу голоса о том, что есть инструменты, которые позволили бы исключить Россию не просто из состава Совета Безопасности ООН, где она витирует все решения, а исключить вообще Россию из ООН. И юридические возможности как бы для этого есть. И эти вопросы достаточно серьезно рассматриваются. Но анализируются последствия такого решения, можно ли будет вообще, тогда будут ли инструменты какого-то обсуждения, какой-то беседы, какого-то диалога с Россией вообще. Константин, возвращаясь к истории по поводу применения армии-оккупанта, вот этой ракеты, переданной Корейской Народной Демократической Республикой, то, что Россия пошла вот на этот шаг, что это говорит о мощностях самой Российской Федерации? Да, как-то восполнять свои запасы, которые она тратит на Украину, атакуя украинские города. Фактически по очень большому количеству позиций затраты непосредственно средств вооружения России в войне с Украиной, они значительно меньше, чем те затраты, которые они несут. Поэтому Россия лихорадочно ищет, начиная от двигателей для вертолетов и заканчивая, скажем, теми же самыми артиллерийскими снарядами и ракетами от КНДР. И они еще там очень много просят от Ирана. Иран так как-то говорит нам самим, как бы может понадобиться, поэтому там они не очень торопятся расставаться со своим баллистическим арсеналом. Россия, несмотря на то, что, как они говорят, увеличили, поставили всю промышленность, военно-промышленный комплекс на мобилизационные рельсы, работает там в три смены, но конкретно не хватает персонала, не хватает комплектации, не хватает надежных логистических схем для того, чтобы загладить это все дело в графике. И, судя по всему, россияне, скажем, там по ракетам, по Х-101, по Х-555, по Искандерам, они не могут обеспечить те потребности, которые они хотели бы реализовывать. И мы не замечаем, чтобы там были какие-то большие увеличения этих объемов значительные. То есть, как год назад они там могли, вот ракеты такого класса дальнего радиуса действия всех видов, как они могли выпускать там 110, 120, 130 ракет, так где-то, может быть, даже меньше, в этом режиме они и, судя по всему, остановились. Но это экспертные такие оценки, потому что с 2022 года Россия закрыла всю информацию, такую более-менее достойную внимания, весь Минстат по поводу выпуска уже готовой продукции, выпуска готовых вооружений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok